Всем привет, меня зовут Юля, и это видео будет про первый курс учебы в медицинском. Я знаю, что эта тема очень интересна вам, интересно, когда ты еще не поступил, узнать, что тебя ждет, какие будут предметы. И сегодня я отвечу на самые распространенные вопросы, которые ко мне приходят. Хочу начать с первого вопроса, это какие предметы были на первом курсе. И я вам постараюсь перечислить все, что вспомню, начиная от самых ключевых, самых интересных, заканчивая второстепенными предметами. И первый предмет, самый, я думаю, очевидный, это нормальная анатомия, она длится полтора года. Следующий предмет это гистология, она у нас началась со второго семестра и длилась год. То есть я сдавала анатомию и гистологию только на втором курсе. Следующий предмет это латинский язык, там мы изучали различную терминологию, которая помогала в анатомии, а также учились писать рецепты. Далее были такие предметы, как история, история медицины, социология, политология, экономика. Также была неорганическая химия, органическая химия. Они у нас разделены были на два семестра, неорганическую я проходила в первом, а органическую в втором. Еще часто спрашивают у меня ребята, что делать, если я плохо разбираюсь в химии, как вообще с этим совсем справиться. И я хочу вам сказать, что не переживайте, почти весь материал, который вы начинаете учить в медицинском, сильно отличается от того, что вы учили в школе. И просто представьте, что вы приходите не на первый курс, а в первый класс, где никто ничего не знает, и вы все все будете учить с нуля. Следующий предмет это биология. Биология сдается на первом курсе, у нас был экзамен по биологии, и это достаточно серьезный предмет. Также у нас была психология и педагогика, первая медицинская помощь, что, кстати, было интересно, потому что мы там впервые попробовали на манекенах делать сердечно-легочную реанимацию, английский язык. И на самом деле все равно самыми важными предметами на первом курсе для вас будут анатомия и гистология, это будут фундаментальные знания, с которыми вы пойдете дальше. Я знаю, что в некоторых медицинских университетах начинают еще учить нормальную физиологию с первого курса, кто-то анатомию сдает на первом курсе, но в большинстве медицинских это сдается на втором. Я думаю, что вы поняли в целом картину, есть много интересных предметов дополнительно, кроме основных, которые тоже помогают в развитии мышления, учат нас учить, запоминать. Следующий вопрос про физику, кстати, я забыла рассказать про этот предмет. Все тоже переживают, что как я буду учить физику, я ее в школе не понимал, что же мне делать. Но на самом деле еще раз, ребят, хочу сказать, что вы приходите все практически пустые, всю информацию, которую будете учить вместе, это будет практически с нуля. Когда вы только пришли со школы, будет казаться, что все тяжело. Но честно, ребят, по сравнению с анатомией, гистологией, физикой покажется для вас детским лепетом в дальнейшем. Не переживайте, если вы просто будете ходить на все пары, все учить, сдавать, отрабатывать, если вдруг не сдали с первого раза, то все у вас будет отлично, и сдадите и физику, и остальные предметы. С чего начинается анатомия? Анатомия вообще это самый интересный предмет для первого курса, естественно, там вы смотрите различные препараты, вы изучаете человеческий организм, и анатомия начинается с остеологии. Мы учим кости, теорию костей и практику по костям. Это С-образные тыки, то есть какие-то образования на кости, которые вы подходите и показываете. Преподаватели называете их на латыни, например, различные ямочки, полосы, линии. Что сложнее, подготовка к ЕГЭ или учеба в меде? Что занимает больше времени? Ребят, я понимаю, что сейчас для вас самым сложным является подготовка к ЕГЭ, потому что вы еще не учились в меде. И я не хочу обесценивать подготовку к ЕГЭ, это действительно сложно и морально, потому что вам нужно поступить, вы все время переживаете за это, переживаете за баллы. Плюс все знают, что ЕГЭ это также дело случая, то есть как вам повезет ответить на экзамене, точнее, какой попадется вам вариант, как вы напишите, какое у вас будет настроение, волнение, неволнение. То есть нужно, чтобы сошлись все звезды. В медицинский это будут новые для вас этапы, это сложно вообще сравнивать, на самом деле, может быть, морально это не будет так тяжело, как ЕГЭ, но по объему материала, по тому, что вы, во-первых, будете в новой среде, по сложности информации это намного тяжелее. На первом курсе вообще сложно найти свободное время, потому что вы еще не научились правильно использовать его. Разве миф, хватает ли времени на дела помимо учебы? Сейчас, когда я уже учусь, точнее, заканчиваю второй курс, времени у меня хватает на дела помимо учебы, то есть на ту же съемку видео, на ведение инстаграма, на домашние дела, на отношения, но на первом курсе времени намного меньше, опять же, из-за того, что вы еще не научились его распределять. Я знаю, что есть ребята, которые могут успевать и заниматься спортом, и работать, и учиться, но не у всех это получится, я не хочу, чтобы вы переживали из-за этого. Нормально, если у вас не хватает на первом курсе времени, вы научитесь его распределять в дальнейшем, это точно. Все, мы крутимся вокруг предметов, и поэтому даже следующий вопрос, самый сложный предмет первого курса, на мой взгляд, естественно. Для меня это была гистология. Гистология начинается со второго семестра, то есть я офигела не сразу. Вообще, раньше мне никто не говорил, что гистология это сложный предмет, и я не думала, что он будет сложным. Вообще, что такое гистология? Гистология это наука о тканях нашего организма. Сначала мы учим общую гистологию, то есть соединительные мышечные ткани, эпителиальные нервные ткани организма, а затем мы переходим уже к частной гистологии, то есть учим конкретные системы органов и ткани, которые включаются в эти системы. Я надеюсь, что я ставлю сюда картинки и покажу вам, что это такое. Когда вы сдаёте итог, вы отвечаете по препарату, то есть вам показывают препарат, вы должны называть какие-то клетки, какая-то ткань, рассказывать какие-то особенности. Если анатомию легко представить, то есть вы берёте печень и говорите, что это печень, да? А когда вам дают печень на гистологии, то вы берёте препарат, микропрепарат, смотрите на него в микроскоп, и вам надо догадаться, что это печень. Но все препараты на гистологии очень похожи, и сначала будет реально тяжело. Когда мы только её начали учить, я завалила все итоги, и только в следующем семестре, уже на втором курсе, я прям взяла себе руки, сказала, я выучу эту гистологию, потому что я хочу хорошо сдать экзамены, я хочу всё это знать, понимать, и я готовилась усиленно к каждому занятию, и всё-таки смогла сдать на четыре. Следующий вопрос — это трудно ли будет с английским в медицинском? На самом деле английский в медицинском отличается только тем, что это медицинский английский. То есть это те же переводы текстов, те же словарные диктанты, те же пересказы, тот же диалог на английском, только с использованием медицинских терминов. Для меня был сложен английский тем, что он постоянно перекликался с латыни, у нас ещё, знаете, пары шли друг за другом, сначала была латынь, потом был английский. А латынь отличается от английского и произношением, и написанием, а слова очень похожи. И поэтому мы иногда получали от преподавателей за то, что, допустим, на латинском мы читаем слова по-английски, а на английском читаем слова по-латински. И это, естественно, неправильно, так делать нельзя. И, ребят, я ответила на самые распространённые вопросы, которые вы мне прислали, как только я у вас спросила. Спасибо всем, что смотрели это видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и до скорого!